Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Поступил вопрос. Лен, вот гипотиреоз, как мне приложение поможет справиться с гипотиреозом? Давайте начну с конца. Консультируем, с чего начать. Нажимаете на «консультируем, с чего начать» и попадаете в цветник. Это наши кураторы. Каждая из девушек справилась с каким-то своим состоянием и очень чётко знает концепцию в системе старости «нет». Я вам предлагаю акцентировать ваше внимание на Галине Подчерняевой. У неё были вопросы по щитовидной железе, и она героически их преодолела. Поэтому если щитовидная железа и гипотиреоз, то это, конечно, к Галине Подчерняевой. Получите удовольствие и массу пользы. Идём дальше. Библиотека здоровья. Нажимаем. Я тут уже ввела слово «гипотиреоз». Ну ладно, не буду этим заниматься. Смотрите, тут много всякой информации, очень много. Поэтому мы вводим гипотиреоз. Гипотиреоз. Ага, пишем «готово». И что? Ага, почему у меня статья по холестерину вывалилась? Потому что ничто так не наращивает холестерин в вашей крови, как гипотиреоз. Почему у меня статья по запорам вывалилась? Потому что гипотиреоз — это запоры в том числе. Почему у меня ферритин вывалился? Потому что если я не знаю свой уровень ферритина, то моя щитовидная железа практически обречена. Ей не из чего сделать железозависимую теропероксидазу. Зачем программа очищения организма мне вывалилась? Потому что при гипотиреозе огромное количество недосожжённых продуктов обмена. И самозагрязнение происходит с невероятной скоростью. Но ваша, скорее всего, статья «почему я не худею?», точка «щитовидная железа». Вы на неё, ну вообще все статьи нужно прочитать. Вы читаете эту статейку, читаете, читаете. Мы тут ещё в конце немножечко здесь поменяем, так чтобы у вас были прям переходы. Вот, и вы сразу начнёте больше понимать по поводу своей щитовидной железы. А мы идём дальше. Вот на три, как я попадаю, на три вот этих вот в правом левом углу, о боже, в верхнем левом углу нажимаю на бутерброд. Три линейки. Так, нажимаю на три линейки и иду. Куда я иду? Библиотека здоровья я посетила. Теперь я посещаю аудиозал. Так вот же он в серединке прям гипотиреоз. Прям в серединке гипотиреоз. Нажимаем. В нашем организме есть небольшая железа внутренней секреции. Называется она щитовидная железа, которая делает гормоны щитовидной железы. Отлично, всё работает. Идём дальше. Прослушали вы это дело. Возвращаетесь. Аудиозал мы посетили. Фитнес-клуб. Наш организм — это такая батарейка самозаряжающаяся. Если не двигаться, то энергии завтра больше не будет. А гормоны щитовидной железы — это те гормоны, которые следят, чтобы в каждой клеточке было достойное количество энергии. Соответственно, под Настю заниматься каждый день. Вот здесь 7 дней в неделю и 7 занятий. И ягодицы, и планочка, и пресс, и руки, и так далее. В общем, используйте на полную катушку. Идём дальше. Фитнес-клуб мы с вами посетили. Космический кабинет пока не будем посещать. Он в разработке. Лаборатория тоже в разработке. Но здесь это будет дополнительная платная функция. Вы можете сдать свои гормоны. Тиротропный гормон Т3, Т4, свободный. Антитилак, ТПО вы можете сдать. Вы можете сдать ферритин, витамин D, для того, чтобы наши кураторы помогли вам разобраться, что же там, что же там у вас. Если надо, отправим к эндокринологу. Если уже были у эндокринолога, дадим программу оздоровительную. И просто здоровейте. И становитесь здоровым человеком со здоровой щитовидной железой. Так, умный кинотеатр. Умный кинотеатр, заходим. Есть моя довольная щитовидная железа. Это курс. Но вы можете два занятия из этого курса посмотреть бесплатно. И если не сможете оторваться, а я думаю, что вы не сможете оторваться, то это глобально, серьёзно, систематизирована информация, которая дала результаты уже тысячам людей. Чем вы отличаетесь? Не знаю. У вас такая же физиология, поэтому просто работайте над собой. Вы смотрите норму и патологию щитовидной железы. Вы смотрите, когда гормоны в порядке, а еле ползаю этот тканевый гипотиреоз. И вы смотрите щитовидную железу, тестируем активность, аутоиммунный тироидит и аутоиммунный тироидит в контексте работы с надпочечниками. Есть такой момент. Что у нас ещё? И у нас ещё, мы же снизу вверх пошли с вами, да, умный кинотеатр посмотрели, шеф-повар. Видите ли, если есть гипотиреоз, это значит, что ваша пища не идёт на образование энергии, ваша пища идёт сразу в жир. Поэтому мы разработали завтраки низкоуглеводные, ведь даже десерты есть. Но это всё достаточно низкоуглеводные блюда. Можно просто брать и использовать. Завтраки, обеды, ужины. Для того, чтобы вам легче было определиться с приготовлением пищи, низкоуглеводным питанием. Если у вас гипотиреоз, вы не можете питаться среднеуглеводно или высокоуглеводно. Вы должны использовать суточную норму по белку. Это 1 грамм на килограмм веса или даже чуть меньше. И гликемический индекс углеводов должен составлять 40 или меньше. Вот таким образом приложение поможет вам справиться с вашим состоянием, потому что только гормонами щитовидной железы здоров не будешь. нужно работать более широко и всеобъемлюще. Хороших вам результатов!